Привет, зритель! Думаю, ничего не случится, если ты меня конкретно так в кадре не увидишь. Зато ты увидишь, как я тут сейчас буду резать морковка. Потому что не вся морковка у меня порезана, а еще ты видишь, галакси. Мою эту самую... Тут всякая бумажка. Забыла убрать бумажку. У кого-то случится папа боль. Всякая бумажка, короче, это... Блин, галакси, галакси, моя... Все, выжималка. Можно даже сейчас вот так вот достать. Чтоб оно не мешалось. Так снимается. Я долго мучилась, как же ее разобрать. Ну, что, вот, вот здесь стаканчики. Как же ее разобрать так, чтобы можно было, допустим, первый раз помыть, а потом собрать, а потом разобрать, чтобы... Ну, разобрать, короче. Я поднесу сейчас камеру, чтобы было видно, как это делается. Потому что мне вот самой пришлось как бы... Хотя нет, я, наверное, к камере ее поднешу. Пришлось как бы смотреть кучу видео из поисков, как же снять эту чертову сеточку. Она на 700 ватт. Я, возможно, ее куда-нибудь уже фоткала. Наверное, легче показать, поднести камеру. Вот, смотри, вот эта сеточка. Ее как бы, чтобы отправить сюда, надо нажать. А чтобы достать, надо подцепить двумя. С двух сторон я вилкой, ложкой обычно справляюсь. Штучками плоскими, и тогда она только выпрыгнет. Покажу я сейчас тебе, как это делается, только соображу, как камеру приделать. Та-дам! Смотри внимательно, если решишь такую же приобрести. Во! Вот такое вот сооружение. Вот оно. Это сеточка у нас называется. И чтобы ее поставить, это просто надо вот так. Назавил, и счастье есть. Производитель не предусмотрел, что не все люди понимают, как это сделать, потому что на инструкции совершенно не показано. Показано, как собрать, она приходит в собранном состоянии. Но не показано. Как разобрать? Очень удобный стакан. Производитель предлагает сюда положить пакетик, чтобы удобно было жмых убирать. Я сейчас положу сюда пакетик. У меня он даже где-то заныкал. Пакетиков у меня мало. Как-то доехать до туда, где продают эти хорошие пакетики, тоже, кажется, не получается. Ну, я доживу до 12-го числа и доеду. Почему на 12-го мне продают пенсии? Я буду богат, ну, не то чтобы богат, я заплачу за половину окна или отдам долг, если придется раньше заплатить за эту половину окна, потому что я купила тут блендер один за 7,5к рублей. Вот так оно купится. Вот оно здесь, носик такой. Из этого носика вытекает в чашечку. Можно вообще поставить любой более-менее такой предмет, который сюда подберет. Вот карцетрульку можно поставить. Ну, удобнее в чашечку. У чашечки есть такой вот носик для слива. В подобной модели была еще такая палочка, она как бы пену якобы задерживала. Но я не знаю, но в итоге по всем тестам и параметрам я поняла, что мне нужно вот именно ее. И у нее на жопе есть липучки. Вот. Но прилипает к столу так. Вот клеенки-то очень хорошо прилипают. Никуда не сдвигаются, чтобы снять ее. В принципе, тоже надо постараться так. Я сейчас поставлю как-нибудь так, чтобы было видно. Ну, а порежу, наверное... Ну, у меня тут немного порезанная есть как бы. Я же тебе чисто снимаю, чтобы показать, как она работает. Если у тебя вдруг такая же проблема, как у меня возникла, что вот тут сломалась советская соковыжималка. Или просто сломалась соковыжималка. Я даже вот так тебе лицо мое поставлю. И ты не знаешь, что купить. Она совершенно бюджетная. Намного дешевле, чем аналоги. Даже дешевле, чем у Китфорда. А я, в принципе, ее и хотела именно Галакси. У меня весы есть Галакси. Они 2014 года. В принципе, до сих пор рабочие. Ставим розеточку. Работает 2 минуты. И 20 минут должна отдыхать. Вот так чуть-чуть опущу головку штатива, чтобы было все всем видно. Ну что, пойдем. Я просто так поставила. Тут вот 2 скорости на меня получаются. На второй скорости можно делать яблоки, морковь. Все такое крепкое. На первой что-то такое мягкое. Я помидоры уже жала. Но это, конечно, не совсем то выходит, чем я ожидала. Но тоже довольно вкусно. Из моркови жмых вообще довольно сухой выходит. Вот так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Советуется выключать из розетки только после того, как вот он совсем-совсем установился двигатель. Сейчас я покажу, сколько тут вот жмых уже есть. Ну и стаканчик. Пенка отстаивается. Сок потом довольно чистый. Опять же показываю сейчас на руке. Вот сок. Тут у нас жмых. Да, кстати, у нас в этом году родилась помимо нормальной моркови еще и мутант. Желтая морковь. Я думаю, ты заметил ее на кадре, зритель. Не знаю, в общем, с чем это связано. Ну, вот желтая морковь. Вообще, как бы я делаю это одной рукой не очень удобно. Я сейчас поставлю камеру на штатив и как-нибудь постараюсь тебе это показать. Первый раз вот так делаю ее с этой стороны. Вот, вынулась. Не знаю, как ты, зрителя, я знаю безотходное производство. По возможности, если что-то можно сделать, допустим, из жмыха, то почему бы не сделать. Я его замораживаю. Вот первый раз мне, когда еще с соковыжималкой сок еще не делала. Я даже не помню, прислала мне это еще или нет. Мне моя сеть отдала немного жмыха, я его заморозила. Потом я делала замечательные конфеты. Видео будет в плейлисте от перемен без лишних траток. Потом я делала зажарку. Я думаю, оно тоже будет, там отдельное видео, тоже в том же плейлисте. Вот. Да, я сейчас снимаю при свете фонарей с потолка. Можно, в принципе, попробовать их выключить. Сейчас этот свет с потолка. Как оно будет? Немножко темнее, возможно. В принципе, тоже видно. Ну, вот, знаешь, просто некоторые блогеры загоняются на снятие видео исключительно при дневном цвете. Не знаю, еще уж не дает купить нормальные лампочки сберегающие с нормальным цветом. Короче, вот. Еще дело, сейчас вот у меня на плите, оно пока в процессе варки, там немножко осталось доделать. Я как-то подумала, можно ли сделать что-то из жмыха яблока и моркови. Делают же вот салат яблоко с морковью, очень вкусный сок там яблочно-морковный, тоже вкусный. Ну, и посмотрела в интернете, оказывается, очень много есть и варенья, просто изначально из яблока и моркови. И из яблочно-морковного жмыха с сахаром можно сделать вот довольно такое достойное лакомство. Ну, вот у меня на плите, на кастрюльке. В общем, взгодится и в зажарку, и в заморозку в суп кинуть, или еще в какую еду. И сок к тому же. Если ты что-то еще делаешь из жмыха, о чем я не знаю, дай знать в каменты. В общем, я думаю, что на этом можно закончить обзор. Вот такая у меня соковыжималка, мне очень нравится. Ее конкретное название, в принципе, я могу сейчас сказать, потому что я на Озон покупала. И марку так не помню. Ну, в смысле, не то, что марку, вот именно там Galaxy что-нибудь, да? Может, там какие-то цифры есть. Как, допустим, Biolomix J5200, который я тут вчера получила, позавчера заказала. Galaxy GL0801. Центробежная соковыжималка. Вот сейчас она столько стоит. Пены действительно немного остается. Ну, вообще, как бы, пена и жмыха зависит от сорта. Вот здесь и в яблоках некоторые ругаются на нее и на ей подобное, что остается очень много жмыха. Он мокрый, влажный. Есть такие яблоки, от которых реально только пена и жмых практически. И сока особо как-то нету. Ну, там, в принципе, кстати, есть книжечка с рецептами и добротно такая инструкция. Я сейчас ее постараюсь найти. Вот инструкция. И малюсенькая такая брошюрка, книга рецептов. Да, сколько уже мало Galaxy. Я ничего еще из этого не пробовала. Ну, и Galaxy, да, это внезапно русская компания с производством, конечно, в Китае. Ну, Китфорд сейчас много чего в Китае делает. Мой смартфон вообще исключительно китайская марка. Мне очень нравится. Так что, я думаю, Китай сейчас поднялся на уровень выше. Ну, и мне нравится сама по себе марка Galaxy. Именно ее такую хотела. Я гендер изначально ее хотела, но у них, к сожалению, очень мощных девайсов не имеется. Всем спасибо за просмотр. Ну, и пока. Не забудь поставить палец кверху.